В нашей студии заместитель Луганского городского головы Эльгира Михаленко. Добрый вечер. Добрый вечер. Эльгира Леонидовна, давайте начнем с вопроса, который был скандал, который прогремел нас у Украины вчера. Это строительство магазина на закрытом классе в еще и дальянских военных площадках. Разговаривали, был состоялся ли разговор с предпринимателями? Общественность возмущена, какова позиция ваша и предпринимателей? Пришли ли вы получили знаменацию? Вы знаете, интересная ситуация в том, что вчера проведя пресс-конференцию и рассказав о проблемах, которые мы имеем, и о том, что мы готовы продолжать диалог и с прессой, и с горожанами, и с людьми, которые говорят сегодня, что там найдены остатки, по сегодняшний день в городском совете нет ни одного документа, удостоверяющего то, что там есть захоронение. Я говорила это вчера, опять же, могу повторить сегодня о том, что у нас нет никаких документов, характеризующих это место как место захоронения. Более того, еще раз подчеркиваю, в отделах городского совета по охране культурных ценностей выдана справка о том, что отсутствует захоронение в данном месте. Вчера представители в детстве говорили о том, что есть некий документ в обществе мемориала, что есть документ, запрос по поводу этого кладбища, но ничего к нам в мире не поступало, не предоставлено. Это очень трудно говорить о том, лично, не яркие сотрудники столкновенной вести, у кого пар, с которыми мы имеем в виду. В добавлении к вашим словам, парм «Стружба» в городском районе, так что много тревожных звонков поступало, мы там с вами тоже были, а посмотрим сюжет, это тоже вообще не отсутствует. Городское коммунальное предприятие «Дружба», которое обслуживало парк, решение в сессии ликвидировано за долги. Это день сегодняшний для Центрального парка Живневого района. Качели, согласно того, что решение сессии разбираются и будут устанавливаться в парке 1 мая. То, что произошло за прошлые лет, только усугубило состояние, то есть выросли долги по зарплате, выросли долги по остальным платежам, которые сегодня бюджет взял на себя, и мы погашаем эти долги из бюджета уже в этом году. Вот то, что произошло в реале. А то, что происходит сейчас, вот это с нагрузками не убирается, но мы стараемся убирать нашим коммунальным предприятиям, у нас действительно не хватает иногда силы сборников, но мы обещаем вам, что в ближайший месяц пока эта ситуация разрешится. Эльвентар обещает на территории парка построить развлекательный центр с катками, кинотеатром, боулингом, возможно, как по паркам. Срок реализации проекта – полтора-два года. Пока же медленно, но уверенно, парк умирает. Итак, есть ли какие-то документальные гарантии от инвестора, что вот эти 50 и более процентах останутся в парковой зоне и будет застроена парковая для кабинета? Буквально сегодня мы вели переговоры с одной из компаний, которая предлагает, что нам есть из кого выбирать. И как раз сейчас они готовят договор, что в полном договоре с нами о процентном соотношении. Они готовят эскизный проект парка, и это все будет представлено, так сказать, вывешено на заборе, когда будет огорожен парк для благоустройства, для ободрения горожан. И нам хочется, чтобы горожане верили в то, что мы сами не заинтересованы в том, чтобы все парки отдать под торговые центры и сделать из этого. Нам хочется, чтобы это были изумные отдыха, в которых благочане бы отдыхали чувствительно. Кем успеваем принять, к сожалению, последний на сегодня звонок, мы вас слушаем, алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Возвращаюсь к улице Московской. Продолжение следует...